Добрый вечер дорогие мои! Топлю баньку! Добрый день! Все-таки мы топим 4 часа дня или вечера Уже начался другой день, кстати утро началось! Другой день начинается с 15 часов, поэтому с вечерней начинается Значит вечер! Добрый вечер дорогие мои! И этот ветер добрый по нескольким обстоятельствам Одно обстоятельство то, что я нашел еще один метеорит Иду, раз, лежит прямо на дорожке Чистенький, мне показалось даже тепленький, черненький такой Он магнитиком раз, да, магнитит Вот летел, оплавился, да еще видать, и раскололся в какой-то момент тресло На самом деле метеориты составляют огромную часть земной коры И на самом деле валяются здесь во множестве Надо только осознавать, как их искать и где они могут находиться Но я не об этом сейчас, конечно Вы сами поняли, что я не очень часто на эти темы разговариваю Но иногда для того, чтобы подвести рассказ для какой-то определенной темы Затрагиваю вот такие, может быть, и посторонние вопросы Но они имеют к основному, конечно, отношение И основной сейчас у нас вопрос достаточно серьезный Поскольку сразу два человека заявили о декарбонизации Декарбонизации экономики страны Вы еще далеко не все знаете, что это такое Но оба говорят, что это произойдет быстро, резко Многие в этом пострадают И очень сильно может пострадать и наша страна О чем идет речь? О том, что начали все-таки уверяться Или доказывать, что потепление на планете происходит реально Что вот эти все сейчас вот ливни Все эти вот сели, воползни, катастрофы Они имеют отношение к потеплению Больше того, рассчитали, что если потепление затронет полтора градуса Нагреется на полтора градуса То утонет половина Европы, половина Америки В общем, многие утонут И это очень серьезно повлияет на расселение на земле То есть будет большая миграция Будут заселять новые земли И будут переселяться народами целыми Чтобы спастись от этого потепления якобы Я слышал об этом И с вами мы тоже на эту тему разговаривали Лет 15, наверное, назад Когда только-только еще Вот помните, эти были озоновые дыры Говорили, что озоновые дыры как-то на все это повлияют Я слышал разговор отца Наума с одним ученым Который пришел его спросить У реальности таких вещей И я вам уже рассказывал Что отец Наум сказал, что Ну а почему бы нет Были же времена, когда там Какой-то вот святой Сказал, когда его пригласили Куда-то в Москву, по-моему, приехать Я к вам в июне приеду на санях И действительно в июне выпал снег И он приехал на санях То есть На самом деле это такой был На самом деле вот одни ученые говорят Что потепление Реально и от человека зависит Другие говорят, что ничего от человека не зависит Там метановые выбросы в атмосферу той же вечной мерзлоты Или океановой Они в 800 раз больше, чем углеводород Который выделяет человек своими Но здесь речь не о том Речь все-таки о декарбонизации И о том, что она должна произойти в том числе в России Произнесли Чубайс и Кудрик Один якобы большой знаток по энергетике И всем этим средствам отопления и производства А другой экономики Оба завиалили, что для России будет очень Это тяжелый экономический удар Поскольку в состав декарбонизации Входит отказ от углеводородов Нефть, газ Сопутствующие продукты Которые при этом Их добыча происходит Якобы будут не востребованы Больше того Требует якобы уже сейчас Нас сократить добычу этих углеводородов А весь мир будет потихонечку переходить На зеленую энергетику На виды транспорта На электрической тяге На виды производства На электричестве На электричестве И поэтому Должны будут все россияне Подзавязать немножечко свои кушаки Поскольку сейчас якобы мы все сидим на этой Карбоновой Так они называют Вот то, что несет искусственные вещества На карбоновой игле И эта игла Сейчас как наркотик у нас Но мы должны с нее слезть Слезть с карбоновой И честно говоря Я не специалист И я не могу спорить Действительно по выбросам Действительно это выбросы Так влияют Или все-таки на самом деле Природа Цикличность такую имеет Поскольку я Слышал человека Который в Антарктиде Изучал вот эти все слои И этот человек Уверял, что Ничего не происходит Так как это все уже было Все уже было И Северный полюс изучает Вот недавно был у меня человек Который занимается Ледяными этими Северного полюса Не только ледяными Но и пластами И в общем тоже Ничего особенного Такого Он не сказал Но Ведь каждый раз Капитализм Когда Думает Как еще раз Заработать Он Каждый раз Выдумывает Что-то Что Из населения Из простого Тянет Средства Вот что я На самом деле Хочу сказать И если и сейчас Мы видим Что Там Один процент Самых богатых Входящих В Форбс Россиян Владеет Дианосто процентами Всего Производственных Мощностей И всего Капитала То в принципе Население Это как Должно Из оставшихся Десяти процентов На Девяносто процентов Населения Подприжаться В Свою экономию Этих ресурсов Если они Им не Принадлежат И больше Того Я вам скажу Так что У нас Очень Разное Количество Потребления Ресурса Земли Как Давайте так Назовем Да Земляного Земного Ресурса То есть Вроде Дышим Мы Одинаково Пьем Мы Воды Тоже Все Одинаково Но Вот Я Эту Рубашку Ношу 15 лет Штаны Эти Ношу Скажем 6 лет У меня Таких Рубашек По 15 Лет 15 лет Потому что 15 лет У нас Сгорел Дом Все Сгорело Нам Люди Дали Рубашки У меня Большинство Одежды Это Подаренные Я Последний Раз Не помню Что Покупал Вот Шляпу Покупал Да Шляпу Купил Вот А В основном И Мое Потребление Вот В таком Плане Когда Остальная Материальная Часть Кроме Того Что Я Пью И Ем И Пью И Ем Дешевый Продукт Вот Не Слишком Затратно В том Числе Ну Сколько На нее Нужно Потротить Энергии Ну Она У меня Одна Или Там Десяток Таких Рубашек А Когда Мне Показывают Как Какой-то Король Эстрады Имеет Целый Дом В котором Десятки Тысяч Одежек Обуви Склады И там Все остальное Я могу Сказать Так Что Он Во-первых И сам Не производитель Он Не вырастил Ни одного Огурца Значит Но Он еще И Потребитель Земного Ресурса Совсем Другого Уровня И Другого Качества То Что У него Лимузины Машины И так Далее Они же Тоже Потребление Земных Ресурсов То есть Металл Значит Выплавка Изготовление Все Это Энергии На то Чтобы Это И есть Ресурс Который Потрачен На Проживание Этого Человека А Почему Тогда Должен Ужаться Я Каким Образом Я Тогда Могу Сэкономить На Этих Ресурсах Если Я Не Потребляю Столько Сколько Они И Получается Что Вот этот Один Процент Имеющий Девяносто Процентов Капитала Как ни Странно Он еще И потребляет Девяносто Процентов Всех Земных Ресурсов Тратя Энергию Тратя Средства Произродства На то Чтобы им Создать Все эти Лимузины И все остальное И Естественно Если мы Задумываемся Что Планета Должна быть Действительно Чище И действительно Каким-то образом Меньше у нее Выбросов И энергозатрат Должно Произойти То это Не за счет Нищего Населения Должно На мой взгляд Произойти А именно За счет Тех Кто И потребляет Этот ресурс В Неграниченных Таких количествах И в таких Огромных Количествах Они летают На частных Самолетах Они плавают На каких-то Яхтах Это все Нефть Это все Газ И даже И даже Если они Завтра Сделают Электрическими Это не значит Что это Стало Дешевле Потому что Энергия Солнца Она Никогда Не Может быть Настолько же Аффективной Как сжигание Газа Или нефти Но пока Не может Все это На самом деле Все дороже И поэтому Я Слушаю Или читая Я прочитал Кудрина И Чубайса Понимаю Их Идею Что они Должны быть Где-то Во главе Какой-то Вот этой Цифровой Революции И Создании Новых Энергетических Средств Они должны Возглавить Вот это Движение По Созданию Электромобилей И всего Остального Но я бы Рекомендовал Возглавить Движение По Отказу От всех Этих Автомобилей Такого Свойства И Такого Потребления По Экономии Земли Ресурса Энергетики Земли На себя Нет Они Раз Он такой То он Что хочешь Может И ему Все это Надо А ты Сэкономь Ты Сэкономь Ты Оставь Свои Такие Привычки И Такие Потребности Ты Перестань Плавать На этих Яхтах Летать На частных Самолетах Причем Я вижу Что Европейские И политики И люди Могут Скромнее Жить И тогда Я думаю Если вдруг Вот такое Движение Отказников От Потребления Ресурсов Земли Неграниченных Количеств Появится То И Энергозатраты Будут Другими Энергозатраты Сейчас Сейчас мы Работаем На мусорную Свалку Сейчас Гаджеты Делаются На 2-3 Года Автомобили 5-6 Лет Ну В Европе И 2 года Автомобили Уже старые Вот Одежда Носится Некоторыми Один раз Кстати Не знаю Правда ли это Что Патриарх Никогда Не служит Службу В старой Одежде Кто-то Мне Прислал Такое Что На каждый День Его Новые Деяния Я не очень Поверил Хотя Посмотрел Вестительную На всех Фотографиях Каждый раз В разном Но Если Такое То Патриарху Тоже Надо Поэкономить Смоленечко Поскольку В каждом Его Деянии Литры Нефти И Кубометр Газа Запраты Которые Ложатся На плечи Всех Нас Предлагают Значит Пустить Экономить На нас Предлагают Эти ресурсы Вот такое Мое мнение Поэтому Карбонизация Декарбонизация Коснется Всех Естественно Коснется Всех Но Я Думаю Что Прямо Сейчас Уже Те Кто Социальные Такие Группы Как-то Возглавляет И За народ Все время Разговаривает Они Должны В эту Сторону И Поговорить Что Давайте Мы Сначала Сэкономим Давайте Ка Мы Сначала Тех Кто Тратит Прижмем Я Уж Так Честно Прямо Скажу Прижмем А Когда Действительно Будет Уж Полная Необходимость То А где В Корее Да Корее Там Северный По-моему Контролирует У кого Какая Машина Сколько Одежды Ходить Ну По крайней мере Я вроде Слышал Не знаю Правда Или нет Но Если Правда То Они На мой взгляд На правильном Пути Вот Так Здоровья Вам Всем Радости И Пройти Декарбонизацию Без потерь Декарбонизацию 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 Декарбонизацию